Знаете, как из человека сделать баран? Очень просто. Для этого вам надо объяснять, что вы бараны, непонимающие, с 11 телевизионных каналов. Что так жестко? Да так жестко. Я вот вас, ребята, уважаю. И поэтому даю вам полную информацию, что можно, а что нельзя. Когда цены поднимутся, когда необходимо покупать автомобили. Ну, не слушайте вы меня. Ладно, сами потом поймете. Для тех, кто слушает, и кто видит, и кто понимает. Я вам сейчас объясню. На пальцах, скажем так. Таможенные пошлины отменять никто не собирается. Повышение их. У нас в России собирается, ну, всего 10, максимум 15 моделей достойнейших. Автограф торгует, кстати, достойнейшими моделями, типа Сан-Янг. А дальше-то что? А дальше, ну, все джипы имеют двигатели свыше 3 литров, более-менее нормальные. Все остальные автомобили после Нового года попадают под дивную растаможку. Все, без исключения. То есть 2008 год закончился. Все распродали. Что остается? Остается вот только либо платить деньги большие, ну, примерно 2-2,5 литров, может быть, 3 миллиона. Либо-либо покупать достойные автомобили, которые представлены в автограде. Как то в Сан-Янге. Хотите узнать, сколько реально денег у магнитогорцев? Это очень просто. Надо дождаться очередного скачка бивалютной корзины и приехать к любому обменному пункту. Магнитогорск, естественно, самый мудрый город. И город, живущий по своим экономическим принципам. Нам законы мирового рынка не писаны, как и веяние автомобильной моды. И надо думать исключительно с оглядкой на Россию, мировой автопром будет задерживать выход новых моделей. Да включите мозги. Деньги. Бумагу зеленую, оранжевую, синюю на тот цвет не унести. А на пенсии достойно прожить вам поможет накопленная, издаваемая недвижимость, либо производственные мощности. За 10 лет цены в Европе и Штатах выросли на 100%. И никто там не кипяткует, и никто там в странах с ого-го каким производством, и не стремится экономике диктовать свои условия. Надо элементарно прогнозировать ситуацию. И никто у вас свободу пользования информации не забирает. Смотрите Евроньюсподером и подключите интернет. Да и купите телевизор с паузой, чтобы иметь возможность прочитать то, что написано мельчайшим шрифтом, как то условия скидок. Год быка показал, что быки животные неторопливые, неторопливо выбирают. Да, люди у нас в этот неторопливый год, своеобразный год, постепенно купили практически весь ваш автопарк. У нас год тигра. Тигр – животное, которое прыгает быстро, и нам надо приготовиться к такому старту, как гонка за джипами по 2,5 миллиона. Ваши джипы сколько стоят? У нас максимальную комплектацию Рекстона, Сан-Юнк Рекстон, можно приобрести сейчас со скидкой за чуть больше миллиона. Давайте скажем, что это за максимальная комплектация. Двигатель? Максимальная комплектация – это двигатель 2,7 XVT, система 186 лошадиных сил, постоянный полный привод, бежевая кожа, отделка деревом. То есть абсолютно все необходимые опции. То есть вычитаем из желаемого результата 2,5 миллиона, и можем ли мы себе еще позволить купить два снегохода и какой-нибудь автомобиль на каждый день, ну типа Фиат? Без проблем, конечно. На эти деньги хватит и развлечься, и дополнительно еще, например, для супруга приобрести Фиат. И так мы все-таки научились зарабатывать деньги, и даже в новых направлениях. Пассажирские грузоперевозки сейчас настолько популярны, что у нас аж три автовокзала на одной площади, возле вокзала железнодорожного, и еще разбросанные в различных точках города. На Фиатах можно деньги зарабатывать? Спецпредложение по Фиатам, именно что касается конкретно Фиат Дуката. Для перевозчиков сейчас выгодные есть варианты приобретения Фиат Дуката в модификации автобус. Сейчас сезонные скидки у нас наступили на них до 100 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. То есть, грубо говоря, он стоил так до миллиона, этот автобус. Сейчас можно еще приобрести с выгодной скидкой 100 тысяч. Консервативность будем считать это главным достоинством нашей страны. Страна, консервативно катающаяся на 30-летних, с момента выпуска первой марки автомобилях, делает самое точное ядерное оружие, самые надежные космические грузовозы и истребители четвертого поколения, дающие фуру пятому. Эта страна третьего мира в течение пяти дней наваляла самой современной и накачанной армии на постсоветском пространстве. И можно жить в самой большой, самой дорогой стране, вернув советскую систему медицины и образования, и пенсии, и соцобеспечения. Справимся? Думаю, да. Стоит вам покупать в кредит авто стоимостью в однокомнатную квартиру и дороже? Думаю, нет. Слава богу, банковский кризис кредитования не затронул автокредиты и ипотеку. Эти направления контролируются правительством. Но объективные экономические факты позволили только пять лет рассказывать анекдоты про новых русских и только два года хапать любые иномарки самым безмозглым образом. А пока безмозглые челябинцы и металломагнаты разрывали автодилерское одеяло, автоград, коренной магнитогорец, сосредоточился на продаже в основном автомобилей отечественной сборки. Успел вовремя. И честно говоря, для владельцев высокорентабельных автозаводов авторынок России в 10 раз менее перспективен, чем американский, и в 100, чем китайский. Но в автограде в любом из подразделений есть самые достойные и абсолютно не космические по цене автомобили. Кстати, есть и то, чего не коснулось повышения таможенных пошлин. И на фоне стремительно стартовавших в ценовую ввысь автотоваров из тех, что у нас не производятся, мототовары, ранее эквивалентные по цене самому дешевому авто, стали еще более привлекательными. Но вот снегоход – это тот же символ благополучия, как и 600-й мерин конца прошлого века. Намек понятен? Ноябрь-декабрь месяц. Время получать кредиты. Автомобильные кредиты. Их сейчас дают. И проверишь ли вы, знаете, даже пошло всем вам навстречу. Минус 50 рублей, наверное, будет когда-нибудь. Но автоград пошел вам навстречу чуть-чуть раньше. И минус 50 рублей, минус 30 рублей. Это сегодня и сейчас скидка. То есть ваш старый автомобиль можно никуда не сдавать. А на нем ездить. При этом имея еще и новый автомобиль, это автограды. Стоимостью, финальной стоимостью, в пределах, ну, 500, может быть, дешевле 1000, это я про Фиаты говорю. Вот. И в пределах 800, ну, 1000 и 1000, это я про Сан-Гианги говорю. После Нового года, господа, после того, как вы проспитесь после 10-дневного класса, вот. Потом еще погуляете, вот, а потом посмотрите, сколько будут стоить новые автомобили. Счастливого путешествия в мир великих и безумных цен.